МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самый современный подход в выдвижении кандидатов использует «Единая Россия». Партия готовится к проведению праймерис предварительного голосования. У нас в студии депутат собрания депутатов Неницкого округа, секретарь Неницкого регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Коткин. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Как идет подготовка к праймерис? Подготовка к праймерис идет полным ходом. Мы даже не ожидали, что будет столько выдвинутых кандидатов по округу у нас на праймерис. Кандидатов именно на праймерис, а потом уже в Государственную Думу, победителя этого праймериса. Поэтому, на мой взгляд, так достаточно активно регистрировались, и достаточно активно кандидаты сами по себе работают и участвуют в этом мероприятии. Я напомню, что мы уже встречались, и в этой студии много говорили о том, что, и вы абсолютно правильно сейчас подчеркнули, что «Единая Россия», значит, ну, в России это точно единственная партия, которая подходит вот к выборам, не только выборам Государственной Думы, а выборы на всех уровнях власти, предварительно посоветовавших с жителем, непосредственно с избирателями. Для чего это делается? Для того, чтобы мы однозначно сейчас можем сказать, что никаких договорных списков, вы говорите, половина дома у нас по спискам, половина одномандатников, никаких договорных кандидатов, никакого лоббирования со стороны органов власти, со стороны кого-либо, не будет. Каждый имеет право выдвинуться у нас кандидатом на праймерис. 22 мая у нас было предварительное голосование. Мы называем его предварительное голосование, но это, по сути, народное голосование. Те же самые выборы, как мы будем проводить в Государственной Думе. Только жители округа должны сами назвать, кого они видят своим кандидатом непосредственно уже в Государственную Думу и на большие выборы в сентябре текущего года. Вот в этой связи мы объявили вот такое предварительное голосование. У нас были установлены конкретные даты, сроки, когда каждый житель Нинецко-автономного округа мог выдвинуться, зарегистрироваться к кандидатам. Требования, в принципе, это очень просты. Кандидату должно быть исполнено, исполнится 21 год. Кроме того, он не должен иметь судимости, даже погашенных, и у него не должно быть активов за рубежом. В каком-либо виде, особенно счетов за рубежом не должно быть. То есть, с точки зрения моральной, кандидат должен абсолютно читать. Это не значит, что мы с точки зрения Конституции кому-то запрещаем идти на выборы в Государственную Думу. Абсолютно нет. Любой из них, который не соответствует этим требованиям, может пойти с самого движения, может пойти от какой-то другой партии, не вопрос. Но у нас требования таковы. Именно к кандидатам к праймеризу на выборы в Государственную Думу. Сергей Николаевич, сколько кандидатов выдвинулось от региона, и кто они? Значит, на сегодня у нас мы 10 числа завершили прием документов, регистрацию кандидатов, и у нас зарегистрировалось 8 кандидатов на праймеризу. Могу назвать фамилии? Да, давайте, конечно. Значит, это Чупров Матвей Михайлович, это Свиридов Максим Валентинович, Кмит Виктор Елюянович, Медведева Галина Брониславовна, Курленко Анатолий Григорьевич, Бурдикова Екатерина Викторовна, Семко Евгений Владимирович, и перед вами сидит тоже кандидат на праймеризу. Я знаю, что также хотел подать заявку Челенгаров Артур Николаевич. Да, к большому сожалению, действительно, Артур Николаевич планировал зарегистрироваться на праймеризу, поучаствовать в нем, но, к большому сожалению, он даже просил нас прозондировать возможность продления сроков регистрации. Почему? Потому что он не успел подать документы и не успел подать документы. Ну, с его слов, с Артуром Николаевичем мы с ним много очень общались. У него проблемы сейчас на одной из станций в Арктике. Трещит льдина. Значит, вопрос стоит об эвакуации. Он, к сожалению, не успел подать документы. Но вот мы попытались, как бы все-таки мог федеральный организационный комитет как бы продлить вот эти сроки, но было жестко сказано секретарем, генеральным секретарем нашей партии о том, что все требования одинаковы каждому участнику, каждому кандидату предварительного голосования. И сроки продлены, это не были, к большому сожалению. Сергей Николаевич, завершен прием заявок. Что теперь? Значит, мы сейчас до 15-го числа должны подведем итоги. Сегодня еще, кстати, мы зарегистрируем вот последнего кандидата, то, что я назвал. Подготовим все необходимые документы. Направим их в федеральный организационный комитет. Затем у нас в обязательном порядке это требование федерального законодательства к кандидатам на выбор в Государственную Думу. И тоже самое требование у нас есть и к кандидатам на праймерис. Каждый кандидат обязан участвовать в дебатах, в публичных дебатах. Не менее двух дебатов он должен провести. То есть это дебаты непосредственно с друг с другом. При участии жителей Нинско-автономного округа, при участии средств массовой информации, телевидения. Делается ли это для того, чтобы кандидат, который планирует быть депутатом Государственной Думы, он должен уметь держать удары, отвечать на вопросы, должен владеть обстановкой, ситуацией в регионе, должен не только видеть проблематику своего региона, но и понимать, и видеть, как он планирует ее решать. И вот эти публичные дебаты, они вот вскрывают всю суть любого кандидата. И это все будет публично, ни от кого мы скрывать не будем. А уже известны места и даты проведения дебатов? Да, во-первых, мы планируем провести дебаты в городе, это у нас Арктика и Труд, затем в Красном, в Искателях и в Тельвийске. Дебаты будут, тематика самая различная, начиная от проблем сельского хозяйства и социальных проблем на селе, заканчивая экономикой, здравоохранением, образованием, культурой, самой коррупцией, самые различные аспекты. Значит, на нашем сайте предварительно будет вывешено, где эти дебаты будут проходить, кто в них будет участвовать, какая будет тематика. И мы приглашаем всех жителей Ненискоавтономного округа поучаствовать в этих дебатах и непосредственно самим позадавать вопросы каждому кандидату, который будет участвовать в данном праймере. То есть совершенно публичная процедура, могут прийти все желающие поучаствовать тоже. Это обязательное требование, и все желающие могут прийти, и нам бы очень хотелось, чтобы это было действительно публично, чтобы это было массовое мероприятие. Кроме того, ведь, по сути дела, предварительное голосование это те же самые выборы, только предварительно мы говорим. И мы планируем, к сожалению, мы ограничены были некими рамками, но мы планируем провести праймерис, вот это предварительное голосование в городе Наринмаре. У нас будут открыты два избирательных участка, это в Арктике и в Норде, затем в Искателях, в Красном, затем населенные пункты, но, к сожалению, мы не могли все охватить, бомб по численности отсекали, где больше избирателей, примерно вот так. И у нас будут участвовать в предварительном голосовании муниципалитеты, Канинский, Пешский, Омский, затем на Востоке это Каратайка, это Харивер, Печорье, это Нальминнос, Виска, Тельвиска, Красное, Искатели, и вот два избирательных участка непосредственно у нас в городе. Пройдут дебаты, пройдет праймерис, а что дальше? И какова процедура праймерис? Еще момент, потому что уже многие задают вопрос, насколько это будет объективно, насколько это будет законно, возможность, так сказать, каких-то подмен, и что-то сразу заявляю вполне официально, что это невозможно сделать. Почему? Потому что те бюллетени, которые будут изготовлены, они имеют знак защиты, именно государственные знаки защиты, подмена там абсолютно исключена, а потом комиссии сформированы из числа тех членов действующих, которые комиссии у нас на сегодня имеют место, и кроме этого каждый кандидат, который будет принимать участие в праймерисе, он имеет право, значит, иметь своих представителей, наблюдателей, которые будут полностью следить за процедурой голосования с 8 утра до 8 вечера, до подсчета голосов, до подведения итогов. После того, как мы подведем итоги, мы между своими кандидатами, которые участвуют в праймерисе, заключаем некий меморандум, в котором оговаривается, что мы, прежде всего, я вот прошу всех кандидатов, которые зарегистрировались, кстати, очень много молодежи зарегистрировались, это очень приятно, вот чем и хорош праймерис, что он дает возможность выйти на уровень политической работы новым фигурам. Те, кто действительно может себя показать, зарекомендовать, которые могут что-то реально сделать для округа, для страны, дает возможность выдвинуться любому, любому жителю, никаких давлений, никаких там, ничего-то абсолютно не будет. И очень приятно, что у нас вот действительно идет молодежь. Это хорошо, это нормально. Значит, мы подведем итоги, победитель, мы договорились, что тот, кто побеждает на праймерисе, значит, все остальные кандидаты, проигравшие уже на большой кампании, на большой кампании мы поддержим того, кто победил, без всяких обид, каких-то там недомолков. Есть сильные, люди поддержали, жители посчитали его своим кандидатом, большинством, значит, он идет дальше. Причем в праймерисе у нас участвуют не только члены партии «Единая Россия», мы приглашаем всех желающих участвовать в этом праймерисе, беспартийных, ну, кроме других политических партий. Подведем итоги, направим эту кандидатуру мы в Федеральный организационный комитет. Федеральный организационный комитет формирует непосредственно списки уже по итогам праймериса по всей Российской Федерации, и эта кандидатура будет выноситься на съезд. Второй этап съезда нашей партии, который пройдет в Москве, где-то мы планируем это первая декада июня текущего года, и на съезде уже будет принято решение, названы будут кандидаты, которые пойдут по спискам и которые пойдут по одномандатным избирательным округам. Вот таков порядок, такова схема в целом. Вы сказали, что вы будете поддерживать кандидатов, даже если он не партийный, а не принадлежит. А каким образом? Каким образом? Ну, я думаю, что тот кандидат, который не состоит в члене партии и пошел поучаствовать в праймерисе, значит, мы так надеемся, что он обязательно вступит в сторонники партии, в партию, да. Но если он победил, мы будем такого кандидата будем рады видеть в своих рядах. Но раз он заявился и пойти на наш праймерис, значит, по меньшей мере, он к нашей партии относится это положительно и считает возможным в ней участвовать. Так что мы ничего такого не видим, если он будет и беспартийным. Будет именно так, если победит беспартийный, будем поддерживать его. Вы сказали уже о том, что пройдет съезд. Кроме утверждения кандидатур, какие вопросы будут решаться? Ну, я думаю, что будут вопросы и текущие, и перспективы, и ближайшие перспективы, какие-то задачи. Кроме того, у нас же сейчас прошли форум, вот мы были, участвовали в форуме, в форуме в Санкт-Петербурге по социальной политике. Там был ряд площадок, те площадки, которые действительно жизнеобходимы, они были посвящены форуму именно социальной политике. Почему? Потому что мы сейчас говорим о третьей волне вот этого кризиса, который очень серьезно, мы вошли в этот круговорот и серьезно зацепил Ниницкий автономный округ. У нас действительно и очень серьезные проблемы с бюджетом. Мы сейчас изыскиваем возможности эффективного использования экономии средств. Вот только сейчас, вот я пришел с комитета, комитет у нас еще продолжается в собрании депутатов. Очень жаркие идут споры по каждой позиции. Почему? Потому что мы, к сожалению, вынуждены по ряду позиций сокращать финансирование. Особенно тяжело это идет по селу, поскольку мы ожидаем строительства школ и социальных объектов. Да, есть уже проекты. А по меньшей мере только по соглашению по разделу продукции на Хориагинском месторождении мы недополучим где-то порядка 3,5 миллиардов рублей. Для нас это очень серьезно. Но если экономика в целом по Российской Федерации она еще адаптируется в целом, уже мы это видим. У нас, кстати, очень неплохо сработала нефтяная отрасль. Плюс мы по добыче 800 тысяч тонн плюсом дали по году, по 2015 году. У нас есть неплохие, на мой взгляд, роски именно по сельскому хозяйству за счет поддержки сельского хозяйства. У нас появились частные хозяйства заводят коров в Неси, кстати, на моей родине уже два предпринимателя хозяйства снялись коровами. Почему? Потому что мы сейчас субсидируем очень серьезно именно на конечный продукт, на молочную продукцию. Если он 60 рублей имеет право продать литр молока, плюс 100 рублей мы еще даем, плюс сметана там и продукция молочная. Стало очень выгодно. И по сельскому хозяйству, по оленеводству, по рыбодобыче много вопросов. Вот сейчас был в Индике, был в Неси, с избирателем встречался. Очень много вопросов по рыбодобыче, но тем не менее по сельскому хозяйству у нас вот очень так неплохо. По малому и среднему бизнесу по итогам года вот сейчас у нас была сессия, губернатор округа Игорь Викторович докладывал. В целом мы приняли ряд совместно с исполнителями власти законов в поддержку малого и среднего бизнеса. Открыли там микрофинансирование по малому бизнесу. И у нас плюсом где-то порядка 200 предприятий новых абсолютно по малому бизнесу. Это более 100 новых рабочих мест. То есть вот эти все ростки, которые пошли, дай бог бы нам их сохранить, но в целом кризис он больше всего ударил по жителям. Если экономика, говорю, выравнивается, мы так или иначе все равно выдержим. Но по жителям округа это очень болезненно всегда. И реальный достаток у людей безусловно он умещается. с учетом того, что индексирование еще пенсии с 1 апреля было 4%, с учетом инфляции реальный достаток меньше. Вот почему сегодня вот на этом форуме, о котором я вам начал говорить, был ряд площадок. Это прежде всего наше старшее поколение, уважаемые пенсионеры, ветераны, это категория людей с ограниченной возможности. Это многодетные семьи и много-много вот таких проблем, которые непосредственно нам нужно понимать, с чем мы пойдем на выборы в Государственную Думу. Какие вопросы мы там будем решать? Как удержать в целом социальную политику? Ведь по Конституции Российской Федерации это социальное государство. У нас в округе 147 видов социальной поддержки, из них 93 это местные виды поддержки. И как бы нам трудно ни было, каком бы кризис ни был, мы в любом случае в первоочередном порядке должны вот эти проблемы гарантируем именно социальную поддержку граждан на те категории, которым она действительно необходима, тем, кому нужна эта поддержка. И вот на этом форуме мы обсуждали, вот у нас, к сожалению, не так много времени с вами, но тем не менее ряд позиций я все-таки вот считаю возможным озвучить, которые были предложения. У нас очень серьезная проблема по трудоустройству молодежью. Устроиться на работу стало очень трудно, практически невозможно после окончания института. У меня две дочери, у самого я знаю, что-то такое даже с моими возможностями на работу практически устроить невозможно, везде требуется опыт работы. И вот мне очень понравилось, что были студенты учебных заведений, они предлагали очень дельные предложения в программу, с которой пойдет в целом Единая Россия на выбор в Государственную Думу. Очень правильное предложение. И в этой связи нам очень важно, и сейчас по Нинецкому округу, мы сейчас уже в проекте находится закон по квотированию мест в те нефтяные компании, которые работают у нас в регионе. Мы хотим законодательно закрепить за нефтяными компаниями в обязательном порядке выделения. Очень болезненный такой закон, не просто он идет. Тем не менее, мы над ним работаем, и я думаю, что вместе с исполнительной властью мы вот этот закон, проект примем. Причем та молодежь, которая давала предложения свои вот по туру устройству, на мой взгляд, потом в итоге у нас выступал Дмитрий Анатольевич Медведев, председатель партии на форуме в Санкт-Петербурге, и вот те предложения, которые были высказаны молодежью, они вошли в программный документ, который, значит, предложен был и Дмитрий Анатольевич Медведев озвучивал. Это первое. Второе. У нас, к сожалению, к сожалению, очень большой разрыв, и об этом многие говорили, участники этого форума, разрыв между минимальным размером оплаты труда и прожиточным минимумом. Прожиточным минимумом. В принципе, по минимальному размеру оплаты труда Российской Федерации было констатировано, что мы находимся ниже Вьетнама и Камбоджи. Но самое неприятное то, что у нас большой разрыв между прожиточным и минимальным размером оплаты труда. Поэтому об этом много говорили, и Дмитрий Анатольевич Медведев с трибуны заявил о том, что с 1 июля, когда ему доложили итоги этих площадок, с 1 июля он увеличит, будет увеличенным правительством на 21% минимальный размер оплаты труда. А к 2020 году поставлена задача сравнять минимальный размер оплаты труда с прожиточными. Это очень важный показатель, который касается каждого жителя России, каждого жителя Ненисского автономного округа. Кроме того, много говорили мы, то, что действительно в жизни те проблемы, которые нас волнуют и переживаем. Это вот уровень заработной платы предприятий, вот типа Роснефти, тех предприятий, где доля государства более 50%. Однозначно сказано о том, что зарплаты, высокие заработные платы, только если есть прибыль. У предприятия есть прибыль, пожалуйста, премируйте своих работников. Если этой прибыли нет, значит, давайте довольствуйтесь то, что вы наработали. И таких заработных плат быть не должно в принципе. По разрыву заработной платы руководители учреждений, бюджетных, государственных учреждений, заработная плата руководителей, заработная плата в целом по предприятию. Значит, мы договорились о том, что мы установим кратность. И уже на этих площадках обсуждали, но решили вынести отдельно на обсуждение, поскольку там мнения разделились. Кто сказал, четыре раза директор школы должен больше получать среднюю заработную плату. А другой директор встал, говорит, а мне это мало. Выступил ректор какого-то учебного заведения в Санкт-Петербурге, а у меня, говорит, в два раза я считаю это нормально. Мы договорились о том, что мы обязательно установим кратность, а эту кратность уже дополнительно обсудим, какая все-таки она должна быть. Потом вот по нашим уважаемым жителям с ограниченной возможности много было позиций. Вот это все, вот вы задаете вопрос программа, вот эти все вещи, которые мы обсуждали на площадке, они войдут в программную партию. И кроме того, сейчас кандидаты, которые на праймерис, которые будут участвовать в целом в выборной кампании, встречаясь с жителями, нам очень важно получить, что они видят, какие решения им необходимы для того, чтобы тот депутат, который будет в Государственной Думе решал эти проблемы. И у нас, кстати, впервые за многие годы, наверное, будет представлять именно вот один мандат, один мандат от Нинистского автономного округа. И мы будем надеяться, что это будет действительно свой наш от округа, который всеми фибрами души связан с Нинистским автономным округом. Сергей Николаевич, вы уже упомянули о том, что «Единая Россия» общая программа, и проблемы Нинистского округа, они схожи с проблемами всей страны, наверное, но, возможно, есть какие-то локальные проблемы, которые могут войти в эту программу? Вы, как депутат, непонаслышки знаете о проблемах жителей Нинистского округа, о проблемах сел. Есть ли какие-то проблемы локальные, которые могут также войти в эту программу? Безусловно, есть. Безусловно, есть. И наш Центральный Исполнительный Комитет, что тоже приятно, у нас совсем недавно запросил именно те позиции, их должно быть немного, 2-3 позиции, но которые войдут в общефедеральную программу в целом на выборы в Государственную Думу. Для нас, безусловно, что самым важным, на мой взгляд, кажется, это принятие закона об арктической зоне, в Российской Федерации его нету, поскольку вся территория Нинистского автономного округа у нас входит в арктическую зону. Это принятие программы по развитию арктической зоны Российской Федерации, а значит, по развитию Нинистского автономного округа. Это развитие малоавиации, несмотря на то, что через неделю, через две у нас придут новые самолеты взамен самолета нашего Ан-2, нашего труженика. Но, тем не менее, проблема в целом по населенным пунктам, по арктическим регионам, по малым населенным пунктам, она есть по малой авиации. Кроме этого, эта дорога, строительство дороги на Усинск, которую нам обязательно нужно завершать, и нам очень важно получить в данном случае федеральное финансирование. То, что я вам говорил, по труду это общая проблема, но вот те позиции, которых я вам сейчас обозначил, это, кроме того, ведь даже есть вроде бы незначительные вопросы, но они существенны для жителей округа, вот в частности по работникам, по нашим федеральным служащим, они северную надбавку, северную надбавку они не получают так, как получают наши учреждения, которые работают. Вот где-то происходит сбой, к сожалению, в федеральном законодательстве, оно с точки зрения правоприменительной очень серьезные сбои есть на территориях. Оно принимает, не учитывая интереса в территории регионов. И вот таких вопросов очень много, особенно, когда начинаешь углубляться в проблематику именно вот законодательской деятельности, это все высвечивается, это все на виду. Так что вопросов очень много, будем пытаться именно формировать программу, включая федеральную программу, а самое главное, чтобы достойный кандидат туда прошел. Сергей Николаевич, ну осталось чуть больше месяца, 22 мая уже стоит праймерис, желаем всем кандидатам удачи, время нашей программы подошло к концу, это было актуальное интервью, мы увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok